Нургуль Келыбаева обнаружила тело сына Акжола за этим гаражом 9 января. 25-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. В тот день он приехал из районной полиции, куда ездил на допрос в связи с январскими событиями. Акжол работал плотником в школе. Он мечтал начать собственное дело. Митинг против роста цен, начавшийся в жена Узене, в начале года дошел и до семей. 4 января Акжол сообщил матери, что примет участие в мирном митинге. Акжол вернулся с митинга вместе с односельчанами в тот же день. Через три дня, вечером 8 января, приехал участковый и забрал его в РОБД для допроса. От него долго не было вестей. Около трех часов ночи он сообщил матери, что вышел с допроса. Ближе к утру родные нашли его тело в гараже. Мать погибшего пятый месяц ищет виновника смерти сына. Мать погибшего пятый месяц. В районе полиции сообщили, что видеозапись того дня, когда допрашивали Акжола, стерта. Нургуль Килыбаева и ее адвокат добиваются открытия дела по статье о доведении до самоубийства. 14 марта женщина подала жалобу в Генеральную прокуратуру. Там обращение перенаправили в антикоррупционную службу. В настоящее время ведется проверка. В отделе полиции Абайского района не ответили на вопрос Азатыка об Акжоле Килыбаеве. Антикоррупционная служба пока также не отреагировала на запрос. Известно, что смерть Акжола Килыбаева не единственная зафиксированная в семье после январских событий. Ранее сообщалось, что после задержания полиции погибли еще двое. На телах погибших были кровоподтеки. Расследование по этим делам пока результатов не дало. Продолжение следует...